Как же меня задолбали эти правила. Казахстан плоский, Казахстан ковёр, Казахстан не такой, как все. Думаете это легко? Опачки! Я так и думал, что он такой же, как мы. А то всё шароверы, шаролюбы. Так как ты становишься плоским? Да, расскажи свой секрет. Ну что ж, вот он. Что это сейчас было? Он выпил кумыс и его расплющило. Но кумыс ведь слабенький. Это особенный кумыс, а Сау, ни водка, ни горилка не способны так расплющить. Так это одно и то же. И правильно говорить, горилка. А ну дай-ка попробовать. А, нормально расплющило. Дай-ка мне. Прикольно, вот значит в чём секрет. Да, но у него есть один недостаток. Никто не должен знать об этом секрете. Эй, москаляка! Как думаешь, тебя выдержит такая геляка? Жора, они на деревьях! Я вырежу из тебя всё сало и съем. Чёртовы бендеры, они повсюду. Кого ты тут мочить обещал? Чёрт, Жора, тащи РСЗО! Всю упаковку слопал, жадина. И когда его отпустит? Не знаю, бендеры, но, наверное, не скоро. Блин, пускай хоть врагов придуманных правильно называют, а то задолбал меня впутывать. Но лингвистика, она такая. Жора, долбанный насос, где ты? Долбанная жизнь, ты или заключённый, или охранник. Третьего не дано. Не жизнь такая, мы такие. И нам всё это за то, что мы есть. Привыкнешь? Да чё-то нет желания, бежать бы отсюда. Бежать? Да нет проблем, могу помочь в этом. Серьёзно? Ага, даже сгущёнки дам на дорожку. В общем, через пару часиков на этом же месте, знаю тут одну лазейку. Хорошо. Повёлся дурачок. Сейчас настучу, его поймают, а мне это зачтётся. Ну и где твой беглец? Здесь должен быть, может опаздывает или передумал. А может ты шутки шутить со мной вздумал? Побег, устрою сгущёнки на дорожку. Ага, так и тебе и поверил. Тоже мне лайфхакер. А за сгущёнку спасибо, жизнь удалась. Ой, как-то некрасиво получилось. Да уж, вкусные у тебя пряники, Тула. А то, это ж моя фишка. Фишка? Ну да, Украина ассоциируется с салом, Беларусь с картошкой, а я с пряниками. Моя фишка арбузы. Слышь, Астрахань, так-то я арбузная столица. Слышь, зовут Мышка-Мышь. Пойдём, выйдем? Давай. Моя работа текстиль. Работа женская, потому я и город невест. А попробуй-ка мой коньяк. Ни Одесса, ни Армения тебя таким не порадуют. Кизляр, нас так-то школьники смотрят. Ой. Все с чем-то ассоциируются, все ассоциации разобраны. Мне тоже нужна какая-то фишка. Придумал. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Ого, Южно-Сахалинск, у тебя ёлка горит. Ну да, а что? А ничего, что она горит в буквальном смысле? А это у меня фишка такая. Надо авторские права зарегистрировать, пока актуально. Привет, сынки. Ну как вам тут без меня развивается? Батя. Воскрес. Воскрес. Дневники давайте-ка свои на проверку. Так, Россия. Экономика 2. Образование 2. Здравоохранение 2. И это мой правоприемник. Так, Украина. Да ладно, одни пятёрки? Молодец. А ты с брата пример бери, правоприемник. Только попробуй сказать ему, что у меня система 12-ти бальная. Привет, я Молдова, и у меня оттяпали Приднестровье. Привет, Молдова. Привет, я Грузия. Сначала у меня оттяпали Абхазию, потом Южную Осетию. Привет, Грузия. Привет, я Украина. У меня оттяпали Крым, и вдобавок хотят Донбасс. Привет, Украина. Очевидно, что помимо безвиза вас ещё кое-что объединяет, и это печально. Хочешь к ним присоединиться? Не-не, мне с тобой нормально. То есть совместные учения пройдут гладко? Да, конечно. Смотри, а то вспомню, как ты мне санкционку толкал под своим брендом. Кто-то хочет, чтобы я в НАТО вступил? Кто-то смотрю дерзкий сильно, сразу видно, мой брат. Я не понял, почему меня не пропускают? Твоя виза аннулирована, друг мой. Ты под санкциями, как и остальное окружение одного була, который очень плохо ведёт себя на мировой арене. Дай хоть матч посмотреть, в котором мой Челси играет. Мой он в буквальном смысле собственный. Ничем не могу помочь. Санкции есть санкции, исключения не предусмотрены. Блин, по-любому ведь есть какой-то выход. Придумал. Привет, Израиль, у тебя варик гражданство урвать. Блин, даже не знаю. Да не ломайся, чё новые налогоплательщики не нужны? Нужны, конечно, но у меня, сам понимаешь, с налогами строго. Вот ещё бонус вступительный, чтобы кошерно было. О, даже такие слова знаешь, но считай, что языковой экзамен пройден. Чего ты опять пришёл? Сказано же, закрыта виза. А зачем мне виза? Я как бы исконно-израильский, вот паспорт. У нас ведь режим безвизовый. Так как у тебя, блин, это получается? Слушай, Россия, как-то странно у тебя с бейсболом. Биты продаются везде, но мячи с перчатками так просто не достанешь. А про бейсбольные стадионы я вообще молчу. Вопрос, на кой тебе биты? Тебе так интересно? Ну, у меня к ним особое применение. Настолько особое, что даже на автозаправках продаются? Конечно, в дороге ведь скучно бывает, а развлечение какое-то надо. Не дразни, продемонстрируй. Охотно. Ты играешь в боулинг битой? В боулинг? Нормально, страйк. Но зачем бита, есть же шар для боулинга. Это у тебя там на западе боулинг, а у меня городки. Звук. Блин, Сочи, а вкусно это ваше чурчелло. А то это ж древний кавказский рецепт. Нанизываешь на нитку орехи, да обволакиваешь загущенный виноградный сок. Ну или гранатовый, если угодно. Воины с собой его брали в поход, потому что быстро не портится. А что если массовое производство наладить? Нормальная тема. Боюсь, с этим будут проблемы. Я пришел. Да вижу, держи. Это че сейчас было, компенсация за Южную Осетию? Че Грузия гаги наябедничал? Все нормально. У Грузии патент на чурчеллу и прочие национальные вкусняшки. Кто на них зарабатывает, должен ему роялки отстегивать. Да я-то ничего не теряю, оно уже включено в стоимость. Бизнесмен, блин. Ух ты, может мне такое с котлетами по-киевски провернуть? Зашибись. Здравствуйте, я недавно маршрутку у вас заказывал. Готова ли она? А, Волгоград, кажется. Да, конечно, пойдемте смотреть. Честно говоря, ваш заказ очень странный. Вот, пожалуйста, то, что нужно для ваших убитых дорог. С убитыми амортизаторами? Да, пассажиры будут подлетать от каждой пойманной колдобины. Отлично, но я и стоячих пассажиров буду катать. Помню, помню, как вы и просили, поручни спилены. А как с передней дверью? Намертво заблокировано. Никто не вторгнется в вашу зону комфорта. То-то же терпеть не могу, когда впереди сесть пытаются. Забито, видите ли, под завязку. А как место внештатного кондуктора? Вы про место перетаете за проезд? Как просили, одно единственное и расположено так, что придется вставать, чтобы передать оплату. Нет бы терминал установить для безналичного расчета. Обойдутся. И вообще, комфорт термин лишний. Я же для пассажиров и стараюсь. Чтобы работа или учеба, на которой они едут, казалось им медом после этого проезда. Такое вот предназначение у волгоградской маршрутки. Ну и чё ты делать собираешься? Сейчас жизнь изменилась. Торговля, промышленность. Не надо новые поборы придумывать, чтобы казну пополнить. Но это я образно. Я ведь не закрывал границу, когда на Кавказе война была. У меня нефтяное месторождение в Арктике. Могу тебя вдолю. Ну если не захочешь мою рожу видеть, Берегас по пятьдесят. Спасибо тебе, Россия, за всё. Я ведь Крым признавал? Да, было дело. Сделай так, чтобы ему повезло больше, чем нам. И это, слышь, Россия, я не знаю, как бы я поступила, кажись, белгородская сгущёнка лучше моей. Да куда ты денешься? Эх, как же здорово просто всё бросить и уехать, хотя бы на время. Алё, да, привет. Да, в отпуске. Отпуск, это хорошо. Я вот тоже решил от всей этой политоты отдохнуть. А куда махнул, если не секрет? В Урюпинск. Ну понятно, глубинка, провинция, а конкретно? Урюпинск. Это я понял, у меня у самого куда ни глянь, одни крыжопали. Так куда? Ну, Урюпинск, он и в Африке Урюпинск. Ну да, в Африке одни только Урюпинске. Так ты в Африке? В Урюпинске. Ой, не хочешь говорить, не надо. Мне и тут нормально. В Крыжополе с названием Крыжополь. Так он в Урюпинске, как я сразу не допёр. Россия, чё это за фигня? Да ничего особенного, платёжка за капремонт. Ничего особенного? Сначала меня санкциями обложили, по твоей милости я стерпел. Потом голову мне вскружил своей бесплатной медициной, которая меня, мягко говоря, не впечатлила. Спасибо, конечно, что много тратишь на меня из резерва, но из-за этого другие твои регионы уже не очень мне рады. Короче, не буду я за этот капремонт платить. Да не плати. Только потом не ной, когда счётчик включится и получишь проблемы в судебном порядке. Офигеть просто! Расслабься, у меня это обычное явление. Во попал. Кораблик! Да фиг с ним, новый сделаю. Хотя... Привет, Крымчик. Флот у Украины, смотрю, не ахти. Николаев такие кораблики делает. Вообще-то я сам. Сам? Какой молодец. А хочешь настоящие кораблики, боевые? Я и так их каждый день вижу, у меня ж твой флот стоит. Ну да. А хочешь, чтобы их больше было? Зачем? Воевать с кем-то? Не те времена, чтобы хотеть войны. Свою армию уже на контракт переводим. Правильно, война это плохо. Крымка, чувствуешь, русским миром пахнет? А у меня есть куча паспортов. Ты хочешь российский паспорт? Даже не знаю. Я вроде часть Украины, и ты говорил, что давно это признал. А на тебе кредит висит какой-нибудь? Ну да, на машину. Так получи паспорт и катайся на здоровье. Российские зарплаты, пенсии. И цены с законами, нет уж, спасибо. Полезай давай. Польша, прикинь, Российской империи больше нет. Нифига себе новости, а это кто с тобой? Знакомься, новый персонаж, Советский Союз. И я его уже признал, будем развивать дипотношения. Но раз такое дело, тогда и я признаю. О, он меня уже в гости ведёт. А к кому? Германии. Чего? Это фиаско, братан. Смейся, аукнется ещё. С чего бы? О, СССР, как жизнь? А это зачем? Не, мы так не договаривались. Ты чего? Я ведь самый первый тебя признал. Это фиаско покруче Латвия. Вот что бывает с первонахами. Тебя на части разрезали, а тебе весело. По крайней мере, я не целиком ему достался. Эй, чё за дела? Протест против несвободного интернета. Оно прекратив батю своего превращаться. Сердце перемен требует, так я знаю к нему кратчайший путь. Предоставь это мне, сейчас я ему покажу кратчайший. Давай, чтоб другим неповадно было. Вижу, ВПК у тебя не ахти? Эм, в смысле? Ядерная держава боится бумажных самолётов. Страшно представить, что ты мне за фуфло толкаешь под видом ПЗРК. Да просто с ними за любую мелочь жёстче надо. Свободы немного дашь почувствовать и пиши пропало, как батя. Жёстче? Эй, ну ты чё, власть народу будешь отдавать? Я вас сейчас к организаторам вот этого всего отправлю, да и всё. О, моя полиция меня бережёт. Стоп, а ты чё тут делаешь? Ты должен СИЗО оппозицию охранять. А я её выпустил. Ты чё, хочешь, чтобы как у Украины было? Нет, поэтому и перешёл на сторону народа. Видать, подкармливал плохо, раз такая преданность. Ты за базаром следи, э. Они такие же армяне, как и я, поэтому перешёл. Ну так чё, отдаёшь народу власть? Ладно, ваша взяла, забирайте. Я ж говорил, нормально всё будет. А ты дальше пускай свои самолётики. Эта машина выпущена в 71-м году и до сих пор пользуется популярностью. Чё, на новую денег нет? Ну моя так-то тоже может ездить. Ну раз она такая хорошая, чего своим олимпийским чемпионам не даришь вместо БМВ? Короче, есть у меня на примете судья, который определит, чья тачка более чёткая. Эксперт, ё-моё. Эй, Дагестан. Дагестан? Зная его придирчивость к тачкам, я согласен, чтобы он судил. Дагестан, смотри, приора. О, какая чёткая, баклажан как я люблю. То, что надо для бесправных. Как вы достали со своей конституцией? Да водительских у меня нету прав. Эх, моя школа. Нет, прав. Тогда и подавно мою выбирай. Почти 400 лошадей под капотом гаишники задолбаются догонять. О, быстро ездить я люблю, особенно по бездорожью. А ещё у меня стёкла передние тонировать можно. Серьёзно? Да, как хочешь, затемняйся, никто тебе ничего против не скажет. Не, не катит. Тонировка не крута, когда она разрешена. Так что мой выбор приора. Она такая своя, родная, чёткая. А пущу вообще нормально будет. В смысле, занижу. Просвет дорожный, чё вы? Хвоста не было? Всё нормально, о нашей встрече никто не знает. Отлично, вот тебе за новый заказ. Что теперь надо делать? Хочу настоящего шоу, запрети ещё что-нибудь под эгидой, так надо. Да уже почти всё запретил, что только можно. Не ровен час в Северную Карию превращусь. Ну тогда разреши. Валежник, например, собирать. Короче, каждый новый закон должен быть более абсурдным и издевательским. Нет проблем, я последнее время что-то новое только и придумываю, чтобы тебе с Украиной был повод поржать. Молодец, вот держи талисман, положишь на Конституцию. Вы чё мне предъявляете, вообще что ли, дебилы? Пока нет, но скоро станем благодаря тебе. А потому ты больше всех тянешь на иноагента и предателя, колись за сколько продался Западу. Да не продавался я никому. То есть ты по личной инициативе нас на деградацию обрекаешь, так мы тебе и поверили. Москва, я не понял, почему к тебе налоговые сборы не поступают? А почему должны? Не я столица, вон все вопросы к Казани. Казань? Чё-то я не догоняю. Налоги стабильно и добросовестно поступают. Благодаря снижению ставок весь бизнес из тени вышел. Короче, мы решили возродить твоего предка. Батю? Не совсем. Деда? Малость постарше. Ну здравствуй, потомок. Я так горжусь, что ты продолжаешь мои традиции по обдиранию рабов ради собственного блага. Весь в меня. Никакой я тебе не потомок. И блин, вы чё, реально снова хотите платить дань золотой орде? Это же самое позорное время для нас было. Почему бы нет фиксированная десятина со всех доходов? Ощутимая прям разница с 13 процентами. А ничего, что эту дань он будет тупо на себя любимого тратить? Прям как ты. И 13 процентов это только подоходный. А ещё взносы в пенсионный фонд. При этом делаешь всё возможное, чтобы до пенсии не дожили. НДС, включённый в товары, мы оплачиваем. Обязательное медицинское страхование, хотя медицина у нас так себе. Транспортный налог плачу, хотя дороги ни черта не делаются. А зачем вам машина, если дорог нет? Ну да. И постоянно придумываются новые поборы. Лучше уж заплатить эту несчастную десятину, чтобы нас не трогали, а мы чисто для себя жили. Я сейчас Киев в Черниговом позову, такое тебе можем повторить устроят. Поддержите мою резолюцию. Скажите этому триколорному, чтобы он вывел войска с территории Приднестровья, которая так-то моей значится. Да, Россия, с какого перепуга ты вообще без всяких согласий у непризнанного государства войска размещаешь. Не ломайся, а Украина тебе коридор предоставит для их спокойного вывода. Чтобы они у меня ещё в западных регионах заблудились, да сейчас. Ему только дай повод на чужую территорию свою технику пригнать. И как я их выведу тогда по воздуху, дорого выйдет. Спокойно, план Б. Алё, Приднестровье? Мы тебя признаём. Но всё, твои войска на территории суверенного государства. Не выведешь, снова станешь агрессором. А Приднестровье как бы не против их присутствия. Спасибо, что легитимизировал это дело. Да уж, спасибо. Блин, извини, вот этот момент я чё-то не продумал. Чё смотрите, я сам в шоке от такого нежданчика. Эту победу над Россией я посвящаю тебе. Не, слава Украине. Героям слава, брат. Вот фашисты. Слава России значит вполне себе патриотический лозунг, а слава Украине фашистский? Где логика вообще? А, ну да, тебя ведь умом не понять. Всё-всё, молчу. Накажи его. Ты чё, с меня спросят потом. Да и спорт вроде вне политики. С какого перепуга я должен это делать? С такого, что я плачу тебе за это. Ты очень неспортивно себя повёл, так что выношу тебе предупреждение. Ах, неспортивно? Ну сейчас я тебе устрою. Блин, вот связался на свою голову. Слава Украине! Героям слава! Отныне это наше официальное воинское приветствие. Интересно, как на этот раз у него бомбанёт? Да уж, Украина таки умеет ракетные двигатели делать. Как тебе такое, SpaceX? Блин, Сербия, у тебя такая прикольная повязка. Откуда она, если не секрет? Но вся наша жизнь сплошные дилеммы. Однажды мне предложили сделать выбор, вилкой в глаз или в жопу раз. Разумеется, по риму в кебабскому кодексу я выбрал первый вариант. Эх, неопытный, можно было просто сказать, что не видишь одноглазых. Но всё равно, красавчик. Так, Хорватия, почему у тебя оба глаза на месте? Фу-фу-фу, не подходи ко мне. Так держать, Хорватия, считай, что ты полноценный член Евросоюза. Да всё нормально, пускай Россия думает, что я принял тебя только поэтому. Хорватия, брат, скажи, что на деле всё не так было. Расслабься, не так. Ну чё, вилкой в глаз или в жопу раз? Ну, конечно, вилкой в глаз. Ай, больно мне нужна твоя жопа. Ну как, ништяк, строится новая жизнь? Ну, коммунизм дело тонкое. Всё так сразу не наладится, подождать надо. Сколько ждать, мы с голоду умираем в ожидании чего-то. Блин, наверное, придётся обратиться за помощью извне. Идеология у нас сильно отличается. Но у тебя, наверное, серьёзные проблемы, если ты даже после своего кидалова в восемнадцатом осмелился обратиться ко мне. Очень серьёзные, помоги. Вот как? Ну скажи, капитализм круто, и я подумаю. Давай потом как-нибудь. У меня по Волжье и другие регионы с голоду умирают. Даже до каннибализма дошло. Что ж ты сразу не сказал? Народ, тревога, берите хавки, сколько сможете, и за мной. Когда они ели последний раз? Не помню. Ну, страшное позади, как говорится, друзья познаются в беде. Таких друзей да в музей. Не понял. Думаешь, подкормил и после этого стелиться перед тобой буду? Да щас. Короче, спасибо, я от тебя не дождусь. Ништяк, строится новая жизнь. Блокаду пережил, войну выиграли, и что в итоге? Побеждённая Германия кормит меня? Так значит, лучше чёрствый кусок хлеба, но русский? Ну, хоть в этот раз покушать не просишь, великий ты наш. Эй, смотри, что у меня есть. Блин, я не пролезу. А как вам это? Нормальная тема. А у меня вон чего. Соманчиво. Гуд. Ого, такое бывает? Гляди-ка. Серьёзно? Хочешь? Ещё спрашиваешь? Добавки не желаешь? Очень смешно. А вот это кого заинтересует? Никого. Норвегия, как это понимать? Чё за зрада, зрадная? Выводить свою к себе это зрада, нифига себе наезд. Не-не, я не наезжаю, просто как-то некрасиво бросать друга в такой непростой ситуации. Знаешь ли, санкции говорят, что дружить с тобой, мягко говоря, опасно. Так опасно, что ты поспешил все активы в валюту перевести? Она как-то постабильней твоего рубля. Но ведь курс в последнее время стабильно держался. Правильно, благодаря моим вложениям. Меньше по офшорам надо гулять, чтобы резерв нормальный был. Тоже мне богатая сырьём страна. Блин, ну я ж не виноват, что у меня такая коррупция. Коррупция? А что это? Забей. Срочно-срочно всю заначку в доллары, зарплаты надо будет ещё пару десятков закупить. Мне жаль тебя, Мухосранск, ты такие убытки потерпишь, покупая их по шестьдесят. А у тебя завидное самообладание. А как раньше над Индией угорали, что за сто долларов в месяц работает? Блин, Зажопинск, и ты туда же. Не обращай внимания. Тебе всего доброго и хорошего настроения, держись тут. Да что ж такое, одни предатели кругом. Ну что, пора свою заначку дербанить. Как знал, что пригодится. В эфире игра, кто хочет стать миллионером. Привет, Россисия. Привет, Китай. Стоп, как ты меня назвал? Как жизнь, Россисия? Да нормально, только... Россисия, твой хайскрин обалденный, давайте его подобное вместе замутим. Да в принципе можно. Россисия, может прекратим санкционную войну? Очевидно, что ни к чему хорошему она не привела. Да я только за... Россисия, может не будешь перекрывать газ? Отвалите от меня все! Привет, Россия. Привет, Беларусь. Хоть кто-то меня правильно назвал, а то все как с ума посходили. А это я их подговорил. Может, наконец поймешь, каково мне, когда ты меня Белоруссией называешь. ДНР, там войска украинские пошли в наступление. Они страх что ли потеряли? Там полным-полно тяжелой техники с артиллерией. В том-то и дело, что они пропали ни с того, ни с сего. Чего? Чего? Россия, как это понимать? Где твои их там неты? Извините, ребят, но я их вывел. Так что их там нет теперь в буквальном смысле. Украина уже с НАТО, и я не могу так своей задницей рисковать. А вам всего доброго и хорошего настроения. Гааги, привет. Зрада зрадная. Зрада зрадная. Ку-ку, ёпта. Ну что, прекращаем эту бессмысленную бойню? Не знаю, не знаю, я столько резерва угробил, чтобы тебя вернуть. Да и за больницы захват ты мне так и не ответил. А сколько ты у меня больниц со школами разбомбил, не берёшь в сравнение? Ладно, проехали. Эй, Хасавюрт, заверь нам соглашение. Чё, пацаны, мир, красавцы, давно пора. А вот фиг я тебя отпущу, чего бы мне это не стоило. А, чеченские взорвали дом у Буйнакска. А, чеченские взорвали дом у Москвы. А, чеченские взорвали дом у Волгодонска. Ошибся, дом снова взорвался у меня. Да, но это поправимо. А, чеченские теперь правда у Волгодонска дом взорвали. А, не понял, а у Рязани почему дом не взорвался? У меня в подвале какие-то типы шастали и оставили мешки. Чё это такое? Да ничего особенного, смотри. Видишь, это просто сахар. Да-да, конечно. Ну что, злодей нарисован, народ запуган, пора преподнести спасителя. Я ж говорил, что фиг тебе отпущу. Почти готово. Такие извращения вполне себе по-европейски. Ну что ж, попробуем наладить экспорт. Ммм, вкусно, чёрт восьми. В принципе, я за то, чтобы это варенье было на полках наших магазинов. А из чифа оно? Из моркови, мой фирменный рецепт. Морковь? Вынужден тебя разочаровать, но с экспортом облом. Ведь по нашим законам варенье не может делаться из овощей. Тебе же понравилось. Да, но не нарушать же ради этого свой шасакон. Хотя... Вижу, что морковное варенье пришлось вам по вкусу. Но как вы знаете, наши законы не отопряют варенье из овощей. Поэтому голосуем. Кто за то, чтобы признать морковь фруктом? Единоклассно, решение принято. Да, это мой Д'Артаньян, но какого он в каталажке делает? У него спроси. Он в Тарксе на мою суверенную территорию. Уж не ты ли его ко мне отправил? Вишнуре, ты вымышленное государство, а не суверенное. Учения прошли, прекращая играться. Думаешь, я тут с тобой в игрушки играю? Или очередную недоросию во мне увидел? Придумываешь врагов, так изволь воспринимать их всерьёз. Наверное, пора завязывать с милитаризмом. Не помешало бы, а то твоя армия только беды и приносит. Ладно, на первый раз прощаю, но попадутся мне снова, не обижайся. А ты не переживай, на тебя я не нападу. Может, приколимся и признаем его? Почему бы нет? Прошлые санкции тебя ничему не научили, так что я вынужден их усилить. А я вынужден пойти на ответные меры. Снова запретишь то, чего не производишь, ну давай. А вот и запрещу. Сейчас я вам продемонстрирую свою мощь. И так будет с каждой заморской фигнёй. Ты ни сего не попутал. Ой-ой-ой. Да уж, недоразумение. И как ты будешь это недоразумение возмещать? Думаешь, они у меня на деревьях растут? Да отработают, чей первый раз. Ну что, я ратифицировал соглашение об ассоциации. Теперь ты официально евроинтегрирован. Зона свободной торговли начнёт действовать с 1 сентября. Никаких таможенных пошлин и всего такого. Наконец-то у меня появилась возможность начать нормальную жизнь. Главное воспользоваться ей правильно. Что это было? Россия, ты опять за своё? Это не я, правда. Больше сортир будешь драйвить. Франция тебя с радостью примет в свой бордель. Вроде полегчало. Нет. Нет. Ну так что насчёт поставки оружия? Конечно получишь, мы же стратегические партнёры. Кредит даже льготный дам на его покупку. Вот это я понимаю поддержка. Эй, Россия, мне бы вооружиться по красоте, ну как обычно. Ой, я, наверное, не вовремя. Как видишь. Ладно, потом зайду. Ты продаёшь оружие Азербайджану? У тебя вроде по теме Карабаха нейтральная позиция. Блин, Армения ничего личного, только бизнес. Да и какой может быть нейтралитет при поставке оружия только тебе? А обеим сторонам вполне себе нейтрально. Чтоб я твоих вояк возле Гюмри больше не видел. Как скажешь. Вот же ж двуликий какой. Эй, Армения. Ну чё, по-хорошему Карабаха дашь или на тебе точку поставить? А ну не тронь его. О нет, это же могучая Россия, лучше и правда уйти, а то мне не поздоровится. Это смерть что ли? Ага. Слушай, какой красивый, продай мне таких штук несколько. Нет проблем. Ну давай, потом зайду. Я ж говорю, обеим сторонам вполне себе нейтрально. Ну чё, Мухосранск, чувствуется вставание с колен? Да, спасибо, что разрешил свободно валежник собирать, а то скоро майские праздники, природа, шашлык, очень кстати. Ну вот, жизнь налаживается, не зря держались. Природные ресурсы ведь общие, кому нефть с газом, кому валежник, всё честно поровну. А как быть тем, у кого валежник вообще не водится? Ну это уже дело десятое. И да, бесплатно собирать его можно будет только со следующего года, так что не забудь за эту партию штраф заплатить. Ну давай, пошёл я дальше долги другим странам прощать. Щедрая ты душа. Нормально, чё, шашлык жарить есть на чём, а из чего его делать? Ты серьёзно? Вот чёрт, иди сюда. Ты присякатен, наверное, с великому мне? Присягаю. Ух ты, а мне идёт. Чё надо делать? Мочитон партизанин, они меня саталбаль. Слушаюсь. Чё, луганчик, не по зубам великий вермахт? И так будет с каждым, кто попрёт против него. Эх, обожаю свою работу. Вернётся это тебе бумерангом. Мечтай. Ой, аж покраснел от злости. Дивись, винтэш проты червоных. Та ещё. Хибаворох вороханый едрух? Добиса таких друзев. Надеюсь, больно тебе было, Либера Каянный. Ишь, чё удобно утворить в преддверии святого праздника нашего 9 мая. Ты бы постеснялся 9 мая своим праздником называть. Да ладно, если бы ты меня подкармливал, был бы на твоей стороне. А раз я тебе не по карману, то без обид. ФНС, казна пустеет. Санкции всё сильнее, а нефть с газом продавать скоро некому будет. Короче, надо опять к своим в карман лезть. Вводим налог на воздух, но наконец-то. Пока нет. Но за фрилансеров пора бы уже взяться, а то много их нынче развелось. Они обычно через соцсети свои дела ведут, так что найти труда не составит. О, красивый тортик. Блин, нафиг я лайкнул, сам себя спалил. Ладно, сейчас с левого аккаунта контрольную закупку проведём. Заказ выполнен. Попался? Готов поспорить, ИП у тебя не зарегистрировано и налоги ты не платишь. Это плохо? А сам как думаешь? Из-за таких врагов, как ты, у нас яхты всё короче и виллы всё меньше. Но знаешь ли, сами нас довели до того, что не отстегнуть государству считается подвигом. А в пенсионных взносах вообще смысла не вижу. Мало того, что с повышением возраста не знаешь, доживёшь ли до неё, так ещё и накопления изымаются для сирийских надобностей. Короче, жду декларацию за два года. Но я только недавно этим заниматься начал. А чем докажешь? Давай предоставляй и плати, пока задерзость не накинул. Так, где бы ещё недобросовестных торгашей выловить? О, в барахолке, уж там-то их полно. О, подмога пришла. За русский мир пришёл топить? Ого. Да и в моих краях либо тюрьмой закончишь, либо циррозом, а так хоть мир посмотрю. Красавчик, ну чё, навешаем этим бандеровцам? Охотно. Ты чё это тут русофобию затеваешь? Статья 359 Уголовного кодекса наёмничества. Ты ведь сам призывал идти на Донбасс защищать русскоязычных. Но я тебя туда не отправлял. Плюс 208-е участие в незаконном вооружённом формировании. Я ведь не признавал ДНР. Ё-моё, как быть-то теперь? Есть у меня предложение, от которого ты не сможешь отказаться. В ЧВК вступай. Сгоняешь в Сирию на халяву, постреляешь. Денег получишь. ЧВК у нас вне закона, да? Да, поэтому мне легче будет держать тебя на привязи, ибо снова здесь окажешься, если рыпнешься. Во попал-то. Я по противнику долбануть собираюсь, твоих тут точно нет. Эм, точно. Да ладно, я ещё наберу. Ну вот какая зарплата их в России ждёт? 30 тысяч максимум. А тут какой-нибудь зажопин сквернулся, квартиру купил, машину купил и дальше живёт. Слышь, братан, как мне до города добраться? На такси. Слышь, земляк, а где здесь новые русские живут? Капиталист мне не земляк. Совок? Чё? Ну ладно, братан, пока. Вы мне, гады, ещё за Новочеркасск ответите. Волгоград, ну ты прекрасно понимаешь, что после чемпионата ты снова нафиг будешь не нужен и вкладываться в тебя ни к чему. Да я привык. Всё равно спасибо за единичный повод некоторые дороги нормально сделать и аэропорт до ума довести. Но и стадион, конечно. Так, кто ещё там у нас? Эй, как там тебя, Сранск? Я Саранск. Да хоть муха Сранск, чё там с твоей ареной? Но как у других, самый последний момент готово. Гостей принимать тоже готов. Отлично, на тебе Панама. Я понимаю, что у тебя нет опыта встречать такой поток туристов, но всё же постарайся. Хорошо. Муха Сранск, поди сюда. Тебе и за Жопинску особое задание не попадаться гостям на глаза. Всех баннерами не зависеть, а ущербность вашу миру показывать неохота. Ну да, какое да нас дело спасителю Сирии. А, ты реально его звал? Думал, опять моё имя коверкаешь. Хотел уже в городки по-мордовски научить играть. Слушай, а нафига мне панамский? Они ж ни одного матча у меня не играют. Да пускай познают нашу большую территорию. А главное, как недёшево по такой территории передвигаться. Ну тогда ладно. О, милости просим. Полагаю, офшорная держава очень щедра на чаевые. Слушай, твой идол, что в мавзолее лежит, уже глаза мазули. Пора бы закопать его уже, наконец. Как ты на это смотришь? Отрицательно, конечно. Ещё удумал на историю посягать. Не послышал, если ты сказал, Чечня не круто. Извинись, шайтан. Ничего я такого не говорил. Извиняться не собираюсь. Опять сказал. Эй, какой показательно дерзкий. Но это излечимо. Держи. А это зачем? Да воды попить жарко же. Я бы показал, что с этим ещё можно сделать. Да мне мир надо раком ставить. Это ещё что? Вот чёрт, они стеклянные. Помогите! Ё-моё, приснится же такое. Чёртовы либеры, везде нагадить хотят. Теперь и за историю нашу взялись. А ещё Чечня круто, и это не обсуждается. Молодец, ловко увернулся. Давай сюда, сейчас бировую сделаем, нормально всё будет. Мне, пожалуйста, бокал хорошего вина, а моему другу бутылку. Ему съесть некуда. Да шучу я, а может и нет. Ну а ты чего, готов? Давай. Чечня? Круто! Чечня? Круто! Волжский, пора. Время пришло, Камышин. Урюпинск, пошли. Ты тоже. Долго нам делала мозги эта проблема. Пора её, наконец, решить, здесь и сейчас, путём народного референдума. За или против, выбор за вами. Но я лично за. Что это тут у вас происходит? Референдум и очень серьёзный. Дай хоть раз нормально воле изъявиться. Это чё вы такого удумали? Вернуть Камышин Саратову? Или Жирнов всё-таки решил Жириновском стать? Отказ от московского времени? Вы чё, реально всё это устроили ради перевода стрелок на час вперёд? Ну, знаешь, как-то подзадолбало нормально не спать от того, что в 4 утра светло, как днём. Ну, знаешь, кому-то очень удобно было, чтобы в 4 утра было светло. Согласен, неудачная шутка. Саратов, а тебе чё не так? Да жди в конце декабря и слякать. О, Волгоград, проголосуешь за перевод календаря на старый стиль? Чё ты приперся к нам из своего запада исчадия капитализма? Нашёлся, блин, символ демократии. Смешно услышать подобное от ЛД партии. Чем же я тебе не угодил? А тем, что наши молодые специалисты только к тебе и идут после диплома работать. Столько умов бесхозных, свободная касса должны кричать. Так не моя вина, что с вашей сырьевой экономикой их дипломы нафиг нигде не нужны. А у меня, глядишь, до директоров доработаются. Так доработаются, что всех нас жирными сделают. И мы не сможем противостоять твоему хозяину. Я к тебе хожу только, чтобы в туалет бесплатный погадить. Вот какая у меня сила. Бесплатный туалет? Выходит, от меня, правда, больше пользы, чем от тебя, если не считать благотворительность. Короче, вот тебе мой грозный ответ. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Ну давай, скажи, что тебя это оскорбило. Да, придурок, ты уже заплатил за этот бургер, и мне всё равно, съешь ты его или нет. Блин, а я правда заплатил. Я слышал, тут говорят про бургер. О, смачный стоячок намечается. Ну, приятного аппетита. Я роняю запад, я роняю запад, я роняю запад. Из-под земли мне его достаньте. Что же делать, ё-моё, мне конец. Уфа, у тебя чё, бургер сожрали, что ты в такой истерике? Если бы у Америки из-за клипа про запад теперь зуб на меня. Вот блин, а я эту песню уже хотел своим официальным гимном сделать. Да не парься, я своих не выдаю. Правда? А вдруг он войну после этого объявит? Скажи, что я стою того, чтобы ракетой по нему долбануть. Да ну ты чё, он же великий, в сотни раз могущественнее меня. Он что, стоит у меня за спиной? Так вот ты какой ронятель запада. Разрази меня, Гуччи. Ну чего, давай меняться, ты мне этого чудика, а я Крым признаю и санкции сниму. Конечно, забирай, о чём разговор? Да я прикалуюсь. Слушай, щелкастая, подкинь-ка мне исходники своей песни. Хочу ответку замутить, а я взамен в обиде не буду. Детройт, миленький, ты ведь самый главный у нас по рэпчику, помоги с ответкой. Не буду я петь эту фигню. А после твоего хейта на чёрных с тобой вообще противно общаться. Блин, походу самому придётся. Я роняю Кремль. Я роняю Кремль. Я роняю Кремль. Офигеть, у него в отличие от меня лайки значительно преобладают. Блин, хорошо у Китая Ютуба нет, а то он бы их от души наприбавлял. Сходи-ка ты в армию, пока эта канитель не утихнет. Долбаная инфляция. Деньги в буквальном смысле лопатой грибу, только фиг чё купишь на них. А завтра, блин, ещё больше обесценятся. Ну так не тормози, вложи их в мои акции. Акции? Именно. Покупаешь акции и просто плюёшь в потолок, пока капает прибыль. А уж она будет капать быстрее инфляции. Что-то сказочно сильно для нашей экономики. Вот общими усилиями мы её на ноги и поставим. Жене сапоги купишь, шубу. А там, глядишь, и до машины с домиком дойдёт. Ладно, была не была, всё, что есть в твоей акции. Задание выполнено, за инфляцию можешь не переживать. Отлично, денежная масса у населения изъята, а я как бы не при делах. Ещё есть на кого всё недовольство перевести. Забавно, что некоторые ради моих ничего не стоящих бумажек даже заначки долларовые дербанили. Ну, лох не мамонт, не вымрет. Отличная фраза, сделаю её своим девизом. А вот эта мера обязательная. Извини, но для публики я не должен быть с тобой повязан. Я ведь не при делах. Да и поверь, здесь ты в безопасности. На свободе твои вкладчики тебя просто разорвут. Блин, дело говоришь. Лучше, правда, здесь перекантуюсь. Софочек, я не понял, ты на толки сопил, что ли? Эээ, нет. Я тебя дипломатически признал? Признал. С интустриализацией помог? Помог. Где теньки? Блин, у меня сейчас напряг с ними, натурой возьмёшь. Ну, в смысле, зерном и прочим продовольствием. Охотно, что? Наши резервы истощены, поэтому изымаем у населения жратвует ценности. Так они же с голоду подохнут. Они и так подохнут от репрессий. А во славу великого меня можно и поголодать. Не согласных, как обычно, признавать врагами. Целый мешок зерна от государства заныкал. Моя любимая статья, расстрельная. Раскулачили, гады, теперь последнее забираете. О, техни, радуйся, что тебе хотя бы чистый кислород положен. Шеф сказал, на украинских особое внимание, а то дерзкие они сильно. Не по душе, видите ли, была коллективизация. Вот и позаботимся, чтобы они к другим не ринулись в поисках жратвы. Отлично, а я пока здесь порыскаю. Может, какие-нибудь переварившиеся зернышки найдутся? Не рыпайся. Хлиба. Жрать охота, так я тебя свинцом угощу. Да пристрели ты его уже, пусть не мучается. А потом режим сменится и мне всех убитых припомнят. Нет уж, сам пусть подыхает. Да уж, наворотили мы делов. В учебниках напишем, что катаклизм был природный. Да, я военный, нахожусь в подчинении у России. Вот жетон с моим личным номером. Ты по-прежнему отрицаешь, что отправлял его сюда? По-прежнему. То есть штатный медальон уже ничего для тебя не значит? А ведь его сдают по увольнению из армии. Может, у Моздока спросим, как он сюда попал? Тоже мне доказательство, железяка. У тебя полно мастеров, которые номера на машинах перебивают. Что уж им какой-то жетон. Короче, я даю тебе 72 часа, чтобы признать его своим военным. Иначе он будет расстрелян. Да пожалуйста, как будто мне есть дело до всякого расходного материала. Ты ничего не путаешь чужими жизнями так распоряжаться? Отправить смелости хватило, а признаться кишка тонка? Не кипишуй, что на его стороне, что на стороне оппозиции полно наемников. А если я отправил, то что? Тоже мне трагедия. Солдатикам больше, солдатикам меньше. Мамки еще нарожают. Позор тебе за такие суждения. Твой батя бы тобой гордился. Ладно, я признаю, что это мой вояка. Ну что ж, ты свободен. Скажи спасибо прессе, которой на тебя не все равно. Блин, проще уже официально войска ввести. А ты оглядывайся, придет время и всей вашей свободе слова будет кирдык. Будете доносить народу только то, что я скажу. Да, братец, не ожидал я от тебя такой зрады. Зрады? Ты поддерживаешь моих сепаратистов, я твоих, все по-честному. Ну что, надумал? Да, я все-таки предоставлю тебе летальное оружие. Ну наконец-то, сейчас я им задам жару. Ты поаккуратнее, а то мне в ООН мозг вынесут. Не волнуйся, мне важно только наличие. Эй, смотрите, что у меня есть. Летальное оружие? И оно настоящее. Россия, тут у Украины летальное оружие появилось, и мне за 200 тысяч в месяц что-то не хочется под него попадать. Вали оттуда и технику нашу прихвати. Все слышал. Бывай. Ну как-то так. Я ж говорил, мне важно только наличие. Господа, ядерного оружия у Украины больше нет. Поэтому вы собрались у меня, чтобы гарантировать... Будапешт, не тяни. Ладно. Короче, надо подписать меморандум о том, что против Украины не будет применено ядерное оружие, никто не посягнет на территориальную целостность и так далее. Все, теперь я могу спать спокойно? Да, конечно, никто тебя не тронет. А если тронет, то сильно пожалеет об этом. Ступай, Крымчик. А чего, все пошли, и я пошел. Да уж, фигово все-таки без ядерного щита. Ты предлагаешь еще и мне наступить на эти грабли? Армянушки, тут такое дело. Мне Крым надо украинцами заселить, поэтому вас переселю куда-то в сторону Дона. Ну, зашибись. Льготы, свободы, все будет. Можете основать там свои поселения и жить по обычаям предков. Так это не депортация, тогда нормально. Здесь у нас будет свой город, назовем его Нахичевань. Так Нахичевань уже есть. Ну, а это на Дону будет. А, ну как Ростов на Дону, только Нахичевань, нормально. Да ладно, так тоже нормально. Понаехали тут. Слышь, мы тут были вообще-то. Хочу, чтобы все было как раньше. Слушай, поминуюсь. О, Крымчик, чей ты? Наш. Годится. Киев, а ты чё пришёл? Вообще-то мы одно целое, твой дом мой дом. А, вон оно чё. Так тоже годится. Э, Турция, чё за дела? Всё, базара нет. Я не настолько раньше хотел. Блин. Казань, не до тебя сейчас. Какая дань? Ты ничего не попутал? Подожди. Чернигов положь Козельск на место. Да. Ты кого Улусом назвал? Джин, а ну давай возвращай всё как было. Вообще-то уже верну, как ты просил. Ты не понял. Верни как было до того, как я загадал желание. Извини, но от двух оставшихся желаний ты сам отказался, хваставшись тем, что у тебя возможностей больше, чем у меня. Блин, чё делать-то? Где дань? Стой, кто идёт. Ох, какой белый прибелый. Сдаваться, что ли, пришёл? Красный крест? Прячься! Ко-ко-ко, хохлы нарушают режим прекращения огня. Обмотки недороские, даже ответку не всегда открыть можно. Спасибо. Какого чёрта они стреляли? На тебе ведь опознавательный знак медика. Тебя нельзя стрелять в первую очередь. В этой войне эти правила уже не действуют. Я теперь специально не надеваю этот знак в надежде не словить целенаправленную пулю. А с ним я лёгкая мишень для них, потому что знают, что не имею права огнём ответить. Но нифига себе, а фашисты всё равно мы. Всё кувырком пошло из-за одного придурка, который из пулемёта шмалял в шлеме с надписью пресса. Хотя он не имел права брать оружие. А кто это тут у нас? Ку-ку, ёпта. Вот это сейчас подло было. А медиков трогать не подло. Давай так, обослышься и я тебя не трону. Кризис кризисом, но на дотации мне это ведь не повлияет, когда ждать? Видишь ли, денег нет. Совсем. Получается, ты мне теперь без надобности и я снова могу объявить независимость. Только попробуй, такой можем повторить устрою. Ну давай, армия у меня нынче ого-го, посмотрим. А моя армия любого одолеет. Да пошёл ты, сам умирай за свою недокрутизну. О, так я тебя без единого выстрела сделаю, неинтересно даже. Посмотрим, как твоя армия сможет моим ракетам противостоять. А ну не тронь его. Чё припёрлись, вам какое дело? Ты красишь войной Чечне, суверенному и независимому государству. Не понял. Мы признали Чечню, поэтому будем реагировать. Ты так нас всех сотолпал, что мы признаем любого, кто встумает от тебя оттелиться. Чечня любит классные тачки, поэтому я уже подготовил договор, по которому у него появятся заводы форт. Нафиг твой форт, он будет производить ПМФ, разберёмся. А как насчёт военного сотрудничества, такими союзниками не разбрасываются? Ой, это дорого будет стоить. Дотации? Конечно, на такую у меня всегда найдётся. Ну-ка посмотрим, обретёт ли популярность моя новая кричалка. Ичкэри! Я вполне согласен на мир, хватит уже этого кровопролития. Никакого мира, только капитуляция. И твоя территория будет поделена на зоны влияния. Мне тоже что-то перепадёт. Тебе-то с какого перепука ты и не воевал толком. Но я вхожу в коалицию, так что можно. Капец. Эх, жаль ты мне не целиком достался, а то бы нормально трофеями разжился. А ты чё такой радостный? Ты войну проиграл, капитулирован. Тебе армию свою запрещено иметь. Та, запрещено, поэтому в опоронку можно не вкладываться, а заняться чем-то более полезным. Ну, как-то так. Да уж, победили так победили, есть чем гордиться. Блин, Америка, классная у тебя тачка, это Форд? Ну да, чё удивительного, тачка как тачка, у меня и получше бывают. Удивительно, что она вообще у тебя есть, подгони мне. Да нет проблем, недорого отдам. Ты не понял, забабахай мне пару заводов, чтобы и я такие выпускал. Ты хочешь выпускать это устаревшее корыто? А вот это уже дорого будет стоить. Да не страшно, голодомор замучу, будет чем платить. Красава, Горький, быстро учишься. Как оригинал называется? Форд Эй, ну а это пусть будет ГАЗ-А. Разбирайте заводы на трофеи, станки, чертежи, остальное берём. Ему это уже не понадобится. Блин, можно было и подкорректировать немного, а то вылитый Опель Кадет. Что ты сапыл после моего принца четвёртого? Присматриваюсь, хочу такое уже себе сделать, ты чё против? Нет, конечно, это Фитро уже не в моте. Вроде нормально, как назовём? Ну кто делал, в честь того и пускай. Запорожец! Замути мне завод по производству тачек, а я одному из своих городов итальянское имя дам. Молодец, Тольятти, прямо вылитый мой Фиат. У тебя эта Симса уже устарела? Ну да, а что? Тогда я коперну. Принимай подарок, Москвич, последняя модель. Катайся на здоровье. О, Венгрия и Карусом похвастаться хочет. Уже не сосчитать, сколько ты накопировал. У тебя хоть что-нибудь своё есть? Ээээ... Лучше б Феррари, блин, скопировал. Моя машина времени готова. На ней я смогу отправиться в прошлое и изменить ход событий. Помогу-ка я нашим дедам снабжением современным оружием. Уж с ним победу приближать быстрее будет. Так это значит машина из будущего? Ничего такая, ты типа потомок? Ага, и мы до сих пор чтим ваши подвиги. А ваша победа стала для нас важнее нового года. Вот это да, и когда же эта самая победа наступит? 9 мая 45-го. Блин, долго. Вот поэтому я и здесь, чтобы помочь. Вот, держите автоматы из будущего. Нормально, а то надоело с одной винтовкой на троих. Ну чё, зададим им жару? А что это ты тут на себя нацепил? Как что? Георгиевская лента, символ нашей победы. Георгиевская? Ты чью нам тут победу втираешь от родья Власовская? Вали его. Я не ювелир, но по-моему 7-62 сюда не подойдёт. Короче, бесполезная игрушка. И этот гад ушёл. Кажись, он обронил. Что это и как этим пользоваться? Не знаю, давай как сапёры методом тыка. Цветные фотографии? Нормально потомки продвинулись. Слушай, а мы и правда победили. Ё-моё, а это что? Это они так уважение выражают? Я в шоке. Ты куда? Германии сдаваться? Ну нафиг за таких потомков воевать. А ты заслужил носить эту ленточку? Ух ты, Советыч, классно у тебя висится. Да, автомат что надо, а чё, такой же хочешь? Автоматов у меня своих хватает, а вот стакан... А чё стакан? Он такой... Гзанёный. Ну так мой фирменный, нигде больше таких нет. Обсадай мне крупную партию, я в своих автоматах поставлю. Да не вопрос, только с запасом бери, а то любят всякие алкаши из этих автоматов тырить. Хорошо, сду. Ящики хорошие, нужны стекло как-никак. Благо у меня их полно. Ух ты, сколько ящиков, а сто в них. Какая разница, за дело. Сколько досок получилось, может сделаем из них мебель и советы, чтобы зададим? У него своей хватает, а дерево нам самим пригодится, дефицит всё-таки. А чё со стаканами делать? Выкинь. Не знаю, было ли так на самом деле, но у батя эта легенда звучала очень правдоподобно. Вот это батя, блин, даёт, аж уничтожать жалко. Столько врагов народа и со всеми справился, даже по болезни отмазываться не давал. Не церемонился, красава. Нафига только реабилитировать их было? Слово-то какое придумали, репрессии. Нашлись, блин, овечки невинные. Расстрелять, расстрелять, расстрелять. Эх, жаль у меня моратория, а то я бы его переплюнул. Ого, за это тоже можно было? А ещё плачутся, что за репосты сажают. Надо будет расширить статейный ассортимент, правоприемник я или кто. Прошлое подчищаешь. Никаких репрессий не было и всё такое? Зря стараешься уничтожением архива не отмыться. Да задолбали вы со своим, было, не было, мне главное, что будет. Вот и освобождаю полки для новых дел. Уж мной-то батя будет гордиться. Анекдоты рассказывать про меня вздумал. Я тебе покажу, как картинки репостить. Колоски стырил, как раз три штуки, явный попадос. Чё это палочки в лесу собираешь? Так ведь они просто на земле лежат. Но это не повод брать их бесплатно, сейчас штрафами до нитки обдеру. Не нравишься ты мне, депортирую-ка. Ты чё такой дерзкий, давно не прессовали? Не хватает на мясо, ешь ливер. А зачем ты в магазин ходишь, если денег нет? У меня плохо может быть только шпионом и врагам народа. А ты не иноагент ли часом? Весь в меня сразу видно мой правоприемник. А ты отменой налога на тунеядство разочаровал меня. Я тебе покажу, как покемона в храме ловить. Не понял? Давай телевидение, чё там нового. Это неинтересно. Ну что ж такое? И как это понимать? Мы здесь власть. Те, кто живут во дворцах за наш счёт, призывают нас потерпеть. Сколько терпеть? Сколько они будут решать, как нам жить? Нам это надоело. Пусть знают, что они не заставят нас молчать. Вперёд, сейчас или никогда. Не бойтесь, за нами правда. Новочеркасск-то не с нами? Не, спасибо, я уже такое проходил. Круто, сегодня без дубинок и автозаков. Ну да, с автоматами веселей. Стоп, мы чё, стрелять будем? А так можно? Мы Росгвардия, нам всё можно. Я, пожалуй, промолчу. Ну, значит, не судьба. Но хоть донаты от них остались, надолго хватит. Америка, а чё ты визы не даёшь моим спиногрызам? Я смотрю, ты для санкций поводы уже не придумываешь. Я разве накладывал санкции на твою память? Ты сам выслал моих дипломатов, эти визы тупо некому оформлять. Это очень некрасиво с твоей стороны, я снова пойду на ответные меры. Вышли ж тех, что остались? Именно. Я вышлю оставшихся дипломатов, и очень скоро. Я тебя с первого раза услышал. А это не тебе. Твоя доля. Вижу, от покупателей отбоя не было. Не то слово, за день полувековая выручка получилась. Отличный бизнес-план. Жаль он только на один раз. Твоя доля. Слушай, Армения, до меня тут сведения дошли, будто тебе не обидно, когда тебя называют. Ну, слово нахэ из трёх букв. Нахэ много начинается слов из трёх букв. Ну, хач. А с чего мне должно быть обидно? Я и есть хач. О как. Давным-давно, в 301 году, я принял христианство. Я был первым, кто это сделал. Хач в переводе с моего языка означает крест. А меня называли хачом, потому что я этот крест ношу. Так что ничего обидного для меня в этом слове нет. То есть, если я крещёный? То ты тоже хач. И Украина хач. И Беларусь. Ну, нифига себе. Эй, хач. Чё, жизнь прежде не станет, да? Слушай, Финляндия, чё-то на меня ностальгия напала. Мы ж при бате были одним целым, дружили и всё такое. Давай вместе, как раньше. Странно слышать это от того, кто сам же своего батю в мир иной отправил. Короче, объединяемся, нет? Вместе мы много кого победить сможем. Мне это ни к чему, я государство нейтральное и ни с кем воевать не собираюсь. Горжусь тем, что у меня мало оружия, которое ржавеет за ненадобностью, и мало обмундирования, которое гниёт по аналогичной причине. Ну и уровнем жизни, конечно. Так что нам не по пути. Ну, хоть границу в Карельском перешейке подвинь по-братски. Может, тебе ещё Ханка в аренду дать? Давай, я тебе щедрую линию в самой Карелии. У неё нет никакой стратегической ценности, так что кому-нибудь другому включай свою разводилку. По-хорошему, значит, не хочешь? Ладно. Ах ты, Финляндия, я тебе покажу, как по базам моим приграничным шмалять. Фины, не бойтесь, я иду, чтобы освободить вас от режима этого буржуя. Эки ты, брут. Ладно, прибал-то, а уж от тебя я не ожидал такого. Ну а чё, мне идёт такой прикид, в нём я буду вылитый дедушка. Да и вообще самостоятельности хочу, задолбало под тобой ходить. Ах вот ты как заговорил, ну тогда я ввожу чрезвычайное положение сроком на полгода. Сейчас я тебя от души всыплю за непослушание. Ребята, это первые страницы нашей новой истории. Давайте сплотимся и дадим отпор этому старому пердуну. Правильно, дадим. Вдоволь он крови попил у нас. Дальше двинуться вы сможете, только проехав по нам. Или перестреляв нас. Как прикажет ваше волеизъявление, огонь, ребята. Стрелять по своим? В присяге такого не было. Это уже не свои, в предателей можно. Эй, я не понял. Я присягал вас защищать, поэтому перехожу на вашу сторону. Красавчик, сразу видно свой. Так, преданные и беспринципные ещё остались? Остались. Остались, сейчас зададим им жару. У нас потери. Ну, гады, за Новочеркасск не ответили, так за это ответите. Чё, пацаны, свобода слова, демократия и всё такое? Мечтай. Сажать всех за любую фигню. О, Украина, а помнишь, мы когда-то одним целым были? Давай вернём былое. Ой, какой милый урюпинс. Крыжопль, поздоровайся. Стесняется. Думаю, поладят. Давай оставим их наедине. Отличная идея, заодно по газу перетрем уже в который раз. Это ещё что такое? Оставили, называется, кроликов наедине. Ё-моё, так я теперь дедушка. Так я, получается, тоже? Странная геральдика. Как назовём? Ну, вон муха изображена. Может, мухосранск? По-моему, звучит. Звучит, только что с ними делать теперь? Да забей, пускай сами по себе. Так у России и Украины появились свои мухосрански, до которых им нет никакого дела. Какого хутора близ диканьки? Я не протяну без мемасиков. Слушай, у меня твой ВК заблокирован. Ну, бывает. У тебя вроде много чего заблокировано, значит, опыт по обходу блокировки имеется. Расскажи, чё да как. По мне видно, что я тарэнтестру трекера качаю. Скорее, спорно лаба. Тихо ты. Ну, а вообще ты обратился по адресу, смотри и учись, салага. Допустим, взяли и заблокировали твой любимый сайт. Доступ ограничен, 1984 и всё такое. Но блокировка эта действует только на твоей территории. Поэтому достаточно через всякие браузики и анонимоксы, предназначенные для подмены IP, выдать себя за другую страну. И вуаля. Так всё просто. А если эти самые подменники возьмут и заблокируют? Успокойся, это технически невозможно. Если те, кто всё подряд блокируют, такие бесполезные, зачем их вообще содержать? Сам не понимаю. Вот скажи мне, Турция, зачем нам ссориться? С тобой дружить ведь так выгодно. У тебя овощи закупить обходится дешевле, чем мне вырастить самому. И одежду, которую на рынке продаю, у тебя беру. Таможня правда жадная нынче, но выгода всё равно заметна. Ну вот, а то втираешь мне всякие несоответствия к каким-то нормам и всё такое. Нет бы прямо сказать, что из-за самолёта не пускаешь на свой рынок. Ну политика она такая, помирились же. Ну да, как только помирились, так сразу всё всему начало соответствовать. Совпадение? Совпадение, совпадение. И как это понимать? Крым наш, но у меня отдыхать к нему ломишься за ул инклюзивом. Крым, ну я же не виноват, что у него отдохнуть дешевле стоит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Скорая. За Жопинску плохо, приезжайте быстрей. Сильно плохо? Да, он почти при смерти. Всё-всё, вызов принят. Бинго! Наш клиент, поехали. А почему носилки на гроб похожи? Так это и есть гроб. А это счёт за предоставление похоронных услуг. Так он живой ещё. Живой? Но мы подождём. Всё, не живой. Вы издеваетесь? Как же клятва Гиппократа? Нам столько не платят, чтобы её соблюдать. Плюс ради нацбезопасности финансирование так урезали, что тупо нечем будет его лечить. А так хоть подзаработаем. Подумаешь, за Жопинском больше, за Жопинском меньше. Чё-то мне перехотелось болеть, ну нафиг. Он здоров. Да уж, облом так облом. Чё радуешься, с тебя заложенный вызов.